Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на нашем канале Центра Архе, на четвертом выпуске детского эфира, посвященного приключениям муравья Ферды. И так как у нас в прошлый раз не было никаких вопросов, поэтому мы практически сразу начнем чтение, продолжим. Но я хотел бы напомнить, что ваши вопросы или какие-то уточнения вы можете писать в чате, в дальнейшем в комментариях к видео. И напоминаю, что мы начали вторую часть приключений Ферды, путешествия Ферды, где Ферда попадает в плен к муравьям, к рыжим муравьям Мирмико, которые решают продать его. И первый покупатель это Шмельтрубач, который в итоге расердился на Ферду и перепродает его жуку-жужелице. А вот что было дальше, мы сейчас и узнаем. О том, как не следует обращаться с ружьем. Жужелица-мясоед нес огромное ружье, закинутое за плечо. На ногах у него были охотничьи сапоги, а на спине болталась сумка с патронами. «Давай, пошевеливайся!» — поторапливал он Ферду. «Не задерживайся! Нам предстоит много работы! Я голоден!» Жужелица шел очень быстро. Ферда с трудом семенил рядом с ним, стараясь не отставать, и помалкивал. «Ну-ка, возьми у меня это!» — сказал вдруг жужелица-мясоед и перебросил свое ружье с патронташем муравью на плечо. Какая же это была тяжесть! Теперь Ферде стало еще труднее поспевать с длинноногим жужелицей. «Да, а команду Апорт ты знаешь?» — неожиданно на ходу спросил жук у муравьишки. «Апа, как?» — растерянно заикаясь, переспросил Ферда. «Апорт!» — «Ну, приносить дичь, как собака приносит хозяину зверя, которого он подстрелил!» — горячился жужелица. «Я сейчас объясню! Смотри! Когда охотник видит зверя, он скидывает ружье и стреляет! Бац!» Зверь падает, а собака бежит за ним, хватает и приносит. «Ты будешь делать то же самое! Понимаешь?» «Гм?» — буркнул Ферда, которому ружье давило на плечо. «Что, гм? Какой еще гм? Какой ты непонятливый! Смотри, попробуем вместе! Я буду изображать зверя, а ты сделаешь вид, будто в меня стреляешь, ну, а потом изобразишь собаку. Давай, начинаем!» Жужелица наклонился к земле и поднял усики, изображая оленя, который то щиплет травку, то гордо осматривается, будто хозяин леса. Ферда притворился охотником, снял с плеча ружье, прицелился в оленя и ба-бах! Вот это выстрел так выстрел! Муравья ударом приклада отбросили на землю. Ферда совершенно не подумал, что ружье может быть заряжено. Он чуть не застрелил жуж в лицо. Когда дым рассеялся, оказалось, что жук сидит на земле совершенно потрясенный. Пуля пролетела на волосок от его головы, и у него все еще дрожали усики, словно провода на ветру. «Вот растяпа!» — тяжело хватая ртом воздух, — прохрепел жужелица. «Ведь ты мог меня убить! Ты что, дитя малое, полишь куда попало? Разве ты не понимаешь, что ружье стреляет, а нажимать на круг нельзя даже в шутку? Ведь никто никогда ни в кого не должен целиться, даже если ружье не заряжено. Слышишь? Никогда!» Как только жужелица немного пришел в себя, он сказал уже более спокойно. «Если бы я знал, что ты такой глупый, я тебе ни за что не разрешил бы даже прикоснуться к ружью. Обещай мне, что ты больше никогда так не сделаешь». «Не сделаю. Честное слово, не сделаю», — пообещал Ферда, осторожно потирая плечо, которое еще болело после удара прикладом. «Ты слышишь? Больше никогда ни в кого, ни из пистолета, ни из ружья, ни целься. Всякое может произойти. Я ведь хотел, чтобы ты сделал вид, что стреляешь. Давай еще раз попробуем. О том, как не следует обращаться с дичью». Жужелица снова склонился к земле и стал прыгать. Теперь он изображал зайца. Шевелил усиками, как ушами, замирал и опять подпрыгивал. Ферда крикнул «бах!» и жужелица упал на землю, как убитый. А муравей превратился в собаку. Он снял ружье и патронтаж и стал лаять. Гав! 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 Ну, точь-в-точь собаку, у которой срывается голос. Потом Ферда подбежал к жужелице, заворчал, прыгнул на него и зубами впился в ногу. «Ой-ой-ой!» – завопил жужелица. «Ненормальный! Что ты делаешь?» «Я только хотел этого зайца схватить, панохотник!» – прошептал извиняясь Ферда. «Да, и как раз за ногу зайца надо хватать за шею!» – разволновался жужелица. Но точь расхватился за свою шею, испугавшись, что теперь Ферда вцепится куда надо. «Ну, братец-то еще тот!» – растяпа, – сказал жук. И они отправились дальше. Жужелица гигантскими шагами, а Ферда трусцой рядом с ним. Вскоре наши охотники добрались до камня, под которым был домик жужелицы. О том, как Ферда помогал охотиться и о злой невесте. Ферда быстро всему научился. Аккуратно носил ружье и прекрасно выполнял команду апорт. А жужелица-мясоед оказался великолепным охотником. Ферда даже представить себе такого не мог. Жук с легкостью попадал в любую букашку, которая попадалась ему на глаза. Он приближался, прятался за камешком или травинкой, и – бах! – Ферда уже бежал за новой добычей. Муравей скреплял ножки всех охотничьих трофеев и нанизывал их на палочку. Как только эта палочка заполнялась, жужелица садился напротив Ферды, и тот раз всех букашек высыпал ему в открытый рот. А потом они недолго отдыхали, жужелица при этом дремал, затем опять шли охотиться. Тот, кто не видел никогда, не поверил бы, сколько может за день съесть жужелица-мясоед. Вообще-то Ферде было хорошо у жужелицы. Кому же не понравится столько и делать, что ходить на охоту? Там порой случались разные забавные происшествия. Скорее всего, муравей так и остался бы с ним, если бы однажды жужелица не привел в дом свою невесту. Еще издалека он прокричал Ферде, «Эй, приятель, веду твою новую хозяйку! Сегодня я пойду на охоту один, а ты останешься дома, потому что завтра я женюсь!» Ферда должен был помочь невесте жужелицы прибраться в доме, ведь муравей и жужелицы не слишком следили за порядком. То носовой платок бросят на подоконники, то, например, один башмак закинут на шкаф, а другой оставят валяться под столом. Иногда мыло с лампой у них могли отправиться погулять и исчезнуть. В общем, было чем заняться. Ферда порядком устал, но это еще не самое страшное. Во время уборки невеста жужелицы проголодалась. И пришел конец спокойной жизни нашего муравьишки. Невеста сперва начала облизываться, потом стала жадно поглядывать на Ферду, а потом просто-напросто принялась гоняться за ним. Ферда выскочил из дверей, она за ним. Ферда юркнул направо прямо из-под ее лапок, и она направо. Ферда скок налево, она тоже налево. Ферда увернулся и со всех ног пустился на утек. Чем дальше, тем лучше. Еще никогда он не бегал так быстро. Но вдруг дорогу ему преградили пятеро рыжих вооруженных муравьев. Это был патруль. Один из них сразу поднял тревогу. И тут же с другой стороны Ферде отрезала путь к отступлению еще одна пятерка рыжих муравьев. К счастью, прежде чем они схватили Ферду, появился охотник-жужелица. «Погодите, ребята, это ж мой помощник!» И потом он обратился к Ферде. «Скажи-ка, дружок, ты, кажется, спешил мне что-то передать?» Жужелица мясоед был удивлен и огорчен, когда Ферда, продолжая дрожать от страха, рассказал, что случилось. Охотник сказал муравью с грустью. «Мне очень жаль, Ферда, но, видно, придется нам с тобой расстаться. Ты больше не можешь здесь оставаться. Тебя либо съест моя жена, либо придется все время прятаться. Лучше я отведу тебя к жуку-плывунцу». И жужелица продал Ферду, жуку-плывунцу, за две лягушачьи лапки. О том, как Ферда на службе у плывунца, управлялся с насосом и слушал стихи. Плывунец, пугайрыбка, пан в длинном коричневом пальто, со светлой оторвочкой и пышными рукавами, с ужасно мохнатыми ногами, молча подвел Ферду к реке, где на берегу стоял насос. Такой маленький насосик, с которым я с удовольствием играл бы целый день. Плывунец показал на него и сказал «Насос». Затем пару раз качнул, и буль-буль, в воду из насоса вылетело два больших пузыря, как в стакане с лимонадом, если подуешь с него через трубочку. Насос этот, оказывается, был не для воды, а для воздуха, который так необходим плывунцу, чтобы дышать под водой. Потом плывунец, пугая рыбка, показал на звонок со шнурком, уходившим под воду, и сказал «Я позвоню, ты качнешь, понял?» И, не дожидаясь ответа, прыгнул в воду. Боже мой, как замечательно он плавал, так быстро, что у Ферда голова закружилась. Плывунец ловко поймал и проглотил какого-то червячка, и потянул за шнурок звонка. «Дзынь-дзынь-дзынь!» Зазвонила наверху, Ферда начал качать, и в воду потекли пузырьки воздуха. Причем ни один из них не всплыл. Плывунец их все поймал и спрятал себе под пальтишко. Затем он вынырнул, высунув из воды голову, и сказал «Хорошо». Едва плывунец показался над водой, послышали шаловливое хихиканье, и тоненькие голоса запели «Отец, плывунец!» По воде плыли какие-то барышни в странных купальных костюмах. Плывунец пугая рыбка довольно улыбнулся и, указав на них, произнес «Мои дочурки, когда они вырастут, превратятся в таких же жуков, как я!» И снова скрылся под водой. Это были личинки жука-пылунца. Они увидели Ферду и стали сразу его дразнить. «Муравей, дуралей, смени шлепанцы скорей!» «Что за глупость они болтают?» «Всем плоха моя обувь!» – проворчал Ферда и посмотрел на свои башмаки. А личинки снова принялись хихикать. Безо всякой причины подплыли ближе и опять за свое. Платок в горошек, усики, цветные трусики. «Че им от меня надо?» – злился Ферда, стоя у насоса и внимательно разглядывая себя. Он поправил свой красный платочек. Теперь личинки просто безудержно хохотали и кричали ему. «Ферда – маленький мурашка, силы в нем, как у букашки!» На этот раз терпение Ферды лопнуло. Он с трудом сдерживался, чтобы не показать личинкам свою силу. Муравей грозно прикрикнул на них. «Ну-ка, замолчите!» А личинки тут же стали звать на помощь папочку. «Ферда нас ругает! Папа!» Плывунец сразу же приплыл, но лишь позвонил колокольчик, и Ферда послал ему очередную порцию воздуха. На том все и закончилось. Шутницы-личинки больше не обращали на муравья внимания, оставили его в покое и хихикали над чем-то другим. Так, проходили дни. Ферде было хорошо. Плывунец давил для себя и своих дочурок под водой много всякой живности, мошек, червячков, мальков, галоластиков, поэтому щедро угощал и муравья. Ему доставалось столько всего вкусного, что хватило бы на целый муравейник. И Ферда делился со всеми, кто приходил. Он и с личинками нашел общий язык. Придумал, как можно их поддразнивать, и порой кричал им «Личинки, перчинки, гусяты идут!» Личинки тут же быстренько прятались под воду, потому что очень боялись, что гусяты их съедят. А потом сердились, когда видели, что Ферда их обманул. Они кричали ему «Ферда, берда, чучело, нас уже замучило!» Но Ферда в ответ на это только посмеивался над ними. О переодетых друзьях и о том, как сломался насос. Однажды к Ферде пришли два странных путника. Они походили на монахов-капуцинов. Только вот одежда была им явно великовата. Вообще-то, они вовсе не были капуцинами. Когда один из них приблизился к Ферде и слегка сдвинул капюшон, Ферда увидел, что это переодетый черный муравей. Второй тоже оказался переодетым черным муравьем. «Уходите скорее отсюда!» – испуганно сказал Ферда. «Здесь полно рыжих муравьев, они схватят вас!» Но переодетые муравьи только улыбнулись. «Мы уйдем, Ферда, но только вместе с тобой. Мы пришли, чтобы забрать тебя обратно в муравейник. Мы должны тебя освободить. А чтобы никто не узнал, кто ты, смотри-ка! Наши портнихи специально сшили вот такой плащ с капюшоном. Переодевайся!» Один из муравьев действительно вытащил из-под своего плаща одежду, приготовленную для Ферды. Если бы Ферда надел ее, то и вправду выглядел бы, как капуцин, и никто не обратил бы на него внимания. Глаза Ферды разгорелись. «Вот это да! Переодеться!» «Да в этом наряде его и сами рыжие муравьи испугаются!» Он уже протянул руки к плащу, уже одну руку продел в рукав и собирался засунуть в рукав другую, но в этот момент в воде вдруг мелькнула черная тень и слегка звякнул колокольчик. Плывунцу нужен воздух. Он ничего не должен заметить. Один из переодетых муравьев быстро подскочил к насосу и начал качать. Это было ошибкой. Не стоило так делать. Следовало сначала посмотреть внимательно воду. Вместо плывунца приплыл любопытный гололастик, лягушачий детеныш, который хотел посмотреть, что это за шнурок, и можно ли его съесть. Но вместо еды прямо в рот ему попало множество воздушных пузырьков. Что бы вы сделали в таком случае? Скорее всего, закашлялись бы, выплюнули воду, а может, еще и закричали. Да бог весть, что бы сделали. Гололастик кричать не умел. Плеваться тоже. Но поскольку воздух его ужасно щекотал, он оглушительно чихнул. Из-за этого все и случилось. Как только гололастик чихнул, воздух вернулся обратно в насос, и ба-бах! Насос грохотом разлетелся на куски. Вода захлестнула берег и сбила с ног наших муравьев. Личинки проснулись. Они подумали, что произошло землетрясение, и стали звать папу. Папочка, твой насос взорвался! Плевонец сразу появился и накинулся на ферду. «Что же ты 33 несчастья наделал? Разрушил мой замечательный насос! Где я теперь такой найду?» Возмутился он и тут же сообщил ферде, что больше не нуждается в его услугах. Муравей не сопротивлялся. Даже не пытался оправдываться. Лишь незаметно оглядывался, пытаясь обнаружить своих друзей. Но они уже были далеко. Никто и не заметил, как муравьи убежали, прихватив с собой плащ. Всю ночь сверчки громко рассылали во все стороны телефонограммы, сообщением о том, что продается черный муравей. Об ужасном обжоре, отцом которого был малыш. На следующий день появилось небольшое насекомое, похожее на стрекозу. Оно осмотрело ферду и купило его. Но покупатель не был стрекозой. Его крылышки складывались, когда он садился. Оказалось, это муравьиный лев по имени Малыш. Он привязал к ферде веревку и медленно летел над ним. Но выглядело это так, будто ферда вел на веревочке муравьиного льва. Будто он купил его там, где продавали воздушные шарики и другие летающие игрушки. За муравьем бежала целая толпа любопытных маленьких букашек. Но никто из них не отважился спросить, где ферда купил такую игрушку. Странное какое прозвище муравьиный лев. Сразу пожаловался новый хозяин ферде. Мне оно совершенно не подходит. Ну разве я похож на льва? И вообще, так меня называют только из-за моего сына. Вот он действительно лев. Муравьиный лев. Самый настоящий дикий муравьиный лев. Ураааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа задрожала может все-таки муравьиный лев ведет ферде ферду не к нему может лев ферду не съест послышали снова и посыпались камни хорош голосок расплылся в радостной улыбке папочка он наверняка уже проголодался от страха ферда не мог идти и новый хозяин просто тащил его за собой не бойся подбадривал он ферду сынок просто радуется что я уже иду рев раздался так близко что ферда даже упал вот мы пришли просиял муравьиный лев сейчас ты его увидишь моего малютку моего лапочку он вытащил ключи и стал отпирать нору в камнях иди сюда лапочку вы бы видели этого лапочку из нары вылезло ужасное чудовище с огромной пастью острыми зубами цепью на шее и сразу бросились на ферду хорошо еще что папочка смог удержать сыночка на цепи подожди сынок смотри не съешь его он же будет кормить тебя но лапочка весь дрожал от нетерпения кидался выл и рычал на ферду глупый осадил папаша сына его есть нельзя он будет приманивать для тебя других муравьев ты лапочка как всегда заберешься свою песчаную ямку а ферда будет приводить одного за другим муравьев прямо тебе в ротик ну а ты будешь их только кушать правда здорово я ведь для этого его купил хе-хе-хе а-а-а-а загрохотал младенец и перестал бросаться на ферду ну вот хорошо можете начинать охотиться предложил довольный муравьиный лев а ты ферда слушайся хорошенько не то отдам тебя рыжим муравьям напутствовал ферду муравьиный лев малыш о том как ужасные обжора напугал муравьев и съел долгоносика ферда с лапочкой отправились на охоту всю дорогу детеныш муравьиного льва искал мягкую почву найдя подходящее место он начал взрываться в землю разбрасывая песок по сторонам и уходя в него все глубже и глубже пока на поверхности в центре получившейся воронке не осталась одна голова а теперь ферда быстренько приведи мне какого-нибудь муравья приказал лапочка и прикрыл глаза ферда попал действительно трудное положение теперь нам следует закрыть книжку и больше ее не открывать ведь не будем же мы читать о том как ферда приводит на съедение муравьиному льву своих собратьев муравьев потому что это жестокость и предательство такого муравья ферду мы бы никогда не простили подождите подождите не закрывайте книгу может все не так плохо я тут кое-что заметил два каких-то незнакомца подходят к ферде и берут его за плечо кто бы это мог быть выглядят как жуки могильщики на головах у них шляпы которые носят сотрудники похоронной службы но они какие-то маленькие ферда завел с ними разговор смотрите-ка один из жуков снял шляпу и ферда заулыбался интересно почему понятно знаете кто это конечно двое его друзей черных муравьев которые опять пришли за ним теперь они переоделись жуков могильщиков но вдруг бумс кто-то на полном ходу врезался в них и муравьи отлетели друг от друга маленький невежливый долгоносик даже не извинился умчался напролом прямо к львиной ямке подняв нос кверху не замечая ничего вокруг он добежал до логово муравьиного льва и оказался на краю песчаной норки легкий песок по тяжести жучка начал осыпаться нога его соскользнула и о ужас долгоносик кубарем покатился прямо в пасть голодному лапочки жучок быстро опомнился выскочил и стал выбираться наверх скользя по песку но усиленно работая руками и ногами долгоносик все же выбрался из ямки однако лапочка стал швыряться в него песком попадая ему за шиворот избивая с ног долгоносик споткнулся и плюх его сразу съели через минуту муравьиный лев зарычал ферда иди сюда кого ты сюда привел я этого не хочу не хочу такую еду ищи муравьев настоящих муравьев понял кричи кричи муравьиный лев ферда и не подумает приводить к тебе муравьев и жучков особенно теперь когда здесь его друзья мы должны что-то сделать воскликнул ферда чтобы он больше не смог никого съесть давайте запрем его прямо в ямке предложили друзья муравьи не получится возразил ферда он тут же набросится на нас а мы его сначала одурманем поищем зеленого клопа а большой газовой атаки и башни раздававший подзатыльники так пожалуй это то что надо дети дети знаете ли вы как пахнет зеленый клоп если вы как ели ли вы когда нибудь ягоды на которых он успел посидеть или может вы как-то по ошибке схватили клопа рукой а потом целую неделю не могли смыть пальцев его ужасный запах именно такого клопа и собирались поймать муравьи чтобы их нас и не пострадали они в качестве противогазов использовали мокрые платки завязав ими лица муравьи отправились на поиски клопа поймали легко хотя бы видели бы вы как он сопротивлялся но один из муравьев ловко схватил клопа правой рукой потом быстро его повернул и не успел клоп опомниться как муравей уже крепко держал его за усики клоп даже не пикнул и сразу присмирел сынок муравьиного льва от голода начал беспокойно вертеться в своей норе и как только муравьи бросили ему зеленого клопа он тут же вцепился в него ой-ой-ой что тут началось как только клоп почувствовал опасность он моментально брызнул на врага отвратительно пахнущей жидкостью видели бы вы какая поднялась суматоха тут же зазвонил ближайший колокольчик потом следующий потом еще один а вскоре все забили тревогу газ у кого имелись противогаза надели их у кого не были бросились мочить носовые платки рассоли прикрывать ими носы а у кого не было ничего тут опрометью бросился на утек разумеется больше всего досталось муравьиному льву но лев уже не мог отпустить то во что вцепился даже если бы оно пахло еще хуже поэтому он продолжал сжимать клопа все сильнее ну а поскольку у лапочки не было противогаза он так нанюхался вонючая трава что у него закружилась голова и он закрыл глаза а через минуту потерял сознание челюсти его разомкнулись и он отпустил клопа тот сразу расправил крылья и не оглядываясь поскорее улетел прочь сейчас мы сможем запереть его воскликнули муравьи и принялись за работу они натаскали хвойных иголок сложили их переплели согнули и получилась крепкая решетка им даже кое-кто помогал при строительстве один незнакомый мотылек который все время бубнил так ему и надо или правильно делаете ребята что-то подносил складывал выбирал самые прочные палочки и даже одолжил им веревку но если три муравья делают одно дело они тут же придумают сто других обычно решетки им показалось мало и они построили над ямкой башенку с флюгером от флюгера потянули шнур какой-то странной машине когда флюгер поворачивался лапочка получал от машины подзатыльник шлеп 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 вот это было ошибкой подзатыльник кого угодно приведет чувство получив несколько тумаков сынок муравьиного льва начал приходить себя он принялся крушить все вокруг издавая жуткие вопли муравьи стали таскать булыжники чтобы укрепить решетку но лапочка жутким ревом выбил ее сломал башню и флюгер несколько камней упал и решетка затрещала самое время уносить ноги пока пленник не выбрался на шум стали сбегаться рыжие муравьи ах как быстро пришлось убегать друзьям ферды черным муравьям только пятки сверкали в пыли но что такое почему же сам ферда не убегает он лежит на земле как будто его что-то держит за ногу ай-яй-яй зацепился за веревку от решетки нога оказалась в петле и он никак не может ее вытащить разъяренный муравьиный лев так ревет что трава склоняется а решетки гнутся и петля в которой застряла нога ферда затягивается все сильнее лапочка скрижища с зубами и бешено сверкаю глазами рвется наружу вот-вот совсем освободится вдруг возле ферда появился тот самый мотылек который помогал муравьям сейчас я тебя спасу но ферда не мог вымолвить ни слова и только с ужасом смотрел на мотылька ты ловкий парнишка обещай что поможешь мне дома сказал мотылек ферда закивал в ответ мотылек вынул из карманы острый перочинный ножик перерезал петлю на ножки несчастного муравья посадил ферду себе на спину и молнией улетел очень вовремя еще немного и лапочка стряхнувший себя решетку схватил бы ферду на его огромные зубы клацнули в пустую на этом мы заканчиваем чтение путешествие ферды и переходим в знакомству с персонажами которые мы встретили в в этом отрывке и так первым нашим знакомым оказался охотник жужелица не зря он дружей сикора автор книги описывает его как меткого охотника жужелицы своего рода волки в мире насекомых вообще жужелица это огромное семейство знакомых уже нам знакомого уже нам отряда жуки или жесткокрыгые и насчитывает это семейство около пятидесяти тысяч видов причем чуть ли не каждый год открывают по одному или несколько новых видов и действительно подавляющее количество этих жужелиц хищники но среди всего разнообразия среди всех этих 50 тысяч видов встречаются и растительные ядные и всеядные но наш с вами охотник точно уж не таков он типичный хищник сказать какой и именно это вид очень сложно потому что даже разные виды жужелиц внешне похожие могут относиться к разным видам что мы точно можем сказать что это подсемейство настоящие жужелицы и рот жужелицы или брызгуны а научно их название карабус но даже жужелиц этого рода насчитывается почти тысячи видов а у нас россия обитает не менее 115 видов это довольно крупные жужелицы они бывают от полутора сантиметров до 6 8 сантиметров в длину почти все виды жужелиц без крылья вспоминаем клопов солдатиков с которым мы знакомились несколько выпусков назад так что у них очень хорошо развиты над крылья но крылья которые спрятаны под ними очень сильно укорочены и летать они не могут и вот то же самое с большинством жужелиц а у некоторых как например вот этой вот черной лесной жужелицы эти два над крылья просто слились вместе и он даже не может их открыть правда существует видов которые могут летать правда они используют это в основном только для расселения но в нашей стране таких жужелиц не встречается вообще жужелицы это одни из самых долгоживущих насекомых обычно живут они от 4 до 5 лет но встречаются и совсем долгожители которые доживают до 10 лет это редкость мере насекомых чаще всего встретить жужелиц мы можем в сумерках или в ночное время под на каких-нибудь тропинках освещенных фонарями или другими прожекторами вот и они тогда выходят как раз на охоту благодаря мощным и сильным конечностям такие конечности называются бегательными смотрите какие они длинные это не то что у майского жука который если и ходит то переваливается жужелица прекрасно бегает и не зря вот когда я вначале сказал что жужелицы это волки мира насекомых может быть слышали такую прискуску волки волка ноги кормят вот то же самое можно и адресовать в адрес нашего героя за ночь жужелица может в поисках добычи преодолевать несколько километров то есть такое небольшое насекомое огромное для себя расстояние преодолевает охотятся они обычно на поверхности почвы но есть такие виды которые прекрасно лазают по деревьям и ищут свою добычу именно там свою добычу они либо подстерегают засаде либо догоняют с помощью сильных мускулистых ног для многих жужелиц характерного такая вот длинная верхняя челюсть в виде серпа эти челюсти называются мандибовые они крепко удерживают пищу пойманную жертву и опять мы сталкиваемся с вне кишечным пищеварением с наружным пищеварением помните мы уже говорили про такой тип пищеварения когда я рассказывал про пауков и их паукообразных родственников а еще прошлом выпуске с жуком пожарником с личинкой жука пожарника мягкотелкой мы сталкивались и как раз у них тоже вот это вот наружное пищеварение то есть жужелица схватив своими мощными челюстями жертву впрыскивает в нее особый пищеварительный сок который начинает жесткие ткани и и расщеплять и потом жужелица уже высасывают свою жертву как сок из трубочки кроме различных насекомых жертвы жужелиц становится и другие беспозвоночные животные моллюски дождевые черви а есть даже такие жужелицы правда они не относятся к роду карабус а совсем другому роду но семейство то же самое это жужелица и помис и у нее и взрослые насекомые мага и даже личинка питаются жабами и лягушками вот настолько прожорливые существа насытившиеся жужелица может закапываться в грунт в почву на несколько дней чтобы отдыхать а вообще дневное время где мы можем их днем найти они прячутся под корой деревьев мелкими камушками лиственном опаде под пожухой травой не любят они солнечного света да и окраска жужелиц такого темного цвета неспроста это маскировочная окраска ночью практически незаметно и даже днем среди пожухой травы среди почвы их не так просто и разглядеть если взрослую гусени взрослую жужелица мы еще можем встретить днем то вот их личинки это типично ночные насекомые типично ночные хищники у них 6 когтистых лапок на которых они очень даже неплохо бегают тоже посмотреть какие мощные челюсти то есть они тоже хищники которые питаются доступной для них добычей также хватают и высасывают но в основном конечно это дождевые черви или слизни то есть какая-то добыча довольно мягкая которые они могут своими вот этими челюстями мандибулами проткнуть мама жужелица откладывает кладку яиц обычно в апреле во влажную почву на глубину где-то три сантиметра и в одной кладке бывает от 50 до 80 яиц он посмотрите они слева вверху на слайде выкопляются личинки неделю через две длиной до двух сантиметров и сначала вы они белого цвета но буквально через десять часов становятся черно-фиолетовыми развитие личинок завершается концу лета и вот на верхнем правой на верхней правой фотографии вы можете увидеть как личинка зарывается в землю окукливается и потестепенно превращается во взрослого жука и уже взрослым жуком она зимует но бывают такие виды которые зимуют в стадии куколки а уже весной они превращаются в настоящих жуков хотя жужелицы и хищник но есть и те хищники которые не прочь съесть ее это птицы разные звери жабы и лягушки ящерицы некоторые даже крупные насекомые но тут на выручку приходит и покровительственная окраска и быстрые ноги но кроме этого наши жужелицы жужелиц карабусов не зря их второе название брызгуны есть у них особенное средство для защиты если поймать жужелицу она способна постоять за себя она из специальных своих желез которые расположены между второй и третьей парой их лапок выпускает очень сильно пахнущие выделения если эта жидкость попадет друг вам глаза то будет очень неприятно и едко потому что она действительно обладает довольно неприятным свойством и впитывается и в кожу и в глаз может также поэтому нужно быть очень осторожным когда берете в руки крупных жужелиц особенно это касается тех жужелиц которые обитают в крыму и на кавказе вот они достигают более пяти сантиметров и вот и вот это вот защитная жидкость может и некоторые вреды причинить нам смотрите какой отпор дает жужелица мангусту ой мангуст который хочет ее поймать оп вот он вы и мангуст поморщился и сразу уходит давайте еще раз посмотрим вот она из кончика брюшка выбрасывает эту жидкость и она совсем не нравится мангусту лучше он съест что-нибудь другое вот посмотрите вообще наиболее яркий пример такой защиты есть у жужелиц относящихся к другому роду не карабусов но это отдельная группа жужелиц которые есть несколько подсемейств это жужелицы бомбардиры вот такие вот казалось бы безобидные небольшие жучки но способны они прицельно из своих желез выстреливать саморазогревающуюся смесь химических веществ причем эта смесь в момент выстрела разогревается до температуры 100 градусов то есть настоящий кипяток а ее выброс сопровождается громким звуком отсюда и название бомбардиры так раньше называли особых военных которые служили в артиллерийских войсках и занимались как раз пушками вот и жужелиц наших вот этих вот назвали бомбардирами вот давайте посмотрим какой отпор жук дал богомолу который хотел поймать оп схватил и посмотрите как замахал лапками и облизывает даже их это он так ошпарился горячо ему не так давайте еще раз оп и замахал 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 вот вот так вот при это происходит а то есть неожиданно резко начинает стрелять и причем таких залпов у жука бомбардиры хватает на 30 выстрелов смотрите как устроено это внутри то есть внутри есть такие особые емкости которые до поры до времени не смешиваются а во время взрыва эти жидкости смешиваются между собой и как раз производит вот этот вот взрыв но давайте продолжать следующий кому попал наш муравей был жук по его нет ведь насекомые тоже представители знакомого уже нам отряда жуки или жесткокрылия только правда особого семейства водных насекомых насчитывается и более четырех тысяч видов у нас в россии встречается около 300 и наиболее распространенный из всех плывунцов и вероятно как раз именно его автор имел ввиду в своей книге это плывунец окаймленный потрясающее удивительное существо вообще мир водных насекомых и в целом водных животных он поражает с некоторыми из них мы еще познакомимся в дальнейших выпусках сверху жук вот посмотрите его фотография жук бровато-черный с белой желтой или охристый такой полосой вдоль передней спинки и над крыльев вот за это его и прозвали окаймленным вдоль всего его тела идет светлая кайма свои задние лапки смотрите пожалуйста на них жук использует как весы даже своим строением они напоминают весла а еще плюс к тому на этих лапках располагаются жесткие щетинки волоски которые увеличивают поверхность весла и получается что можно сильнее отталкиваться от воды совершать более мощный грибок который он совершает одновременно двумя лапками и быстрее передвигаться плывунец способен развивать воде такую скорость что даже может обгонять некоторых рыб а что касается передних лапок то они короткие небольшие и необходимы ему для захватывания добычи раз он захватывает добычу мы можем сразу сказать что это хищник и действительно он 90 процентов своего времени который он проводит в воде он либо охотится либо отдыхает причем нападать он может как на мелких насекомых на других беспозвоночных так даже на галластиков тритонов и мальков рыб насоса описанного сказки конечно у нашего плывунца нету но у плывунца есть свой собственный своего рода насос дело в том что у жуков нет вот наших жуков плывунцов нет никаких специальных органов для дыхания нету жабер например как у рыб им необходимо дышать тем же атмосферным воздухом который дышим и мы с вами и для этих целей жуку необходимо время от времени подниматься вверх и высовывать кончик брюшка на поверхность и вот если обратить внимание на кончике брюшку что-то блестит это как раз воздух то есть у жука плывунца брюшка сама водонепроницаемая то есть внутри тела вода не проникает но между над крыльями и брюшком есть некоторая полость поверхность там самом конце брюшка выходят особые органы дыхальца это органы дыхания жука именно туда попадает кислород атмосферный воздух который разносится дальнейшем по всему телу а вот это вот поверхность вот это вот пространство между над крыльями и брюшком она тоже заполняется воздухом и вместе с этим воздухом с этим запасом на всякий случай жук опускается вниз вот посмотрите плавающих жуков плывунцов мы можем если присмотреться увидеть вот такие вот пузырьки на задней части брюшка это как раз и есть запас воздуха то есть жук своего рода такая подводная лодка которая запасом воздуха уходит под воду таким образом жук может находиться под водой от 10 до 15 минут то есть раз в 10-15 минут ему необходимо подняться и пополнить запас воздуха между прочим это не только необходимый воздух для дыхания но это своего рода гидростатический аппарат может быть слышали что у рыб существует плавательный пузырь и вот для того чтобы и он у нее обычно заполнен различными газами находится внутри его для того чтобы рыбе опуститься и как воздушный шарик нужно его спустить этот пузырь как только она спускает пузырь она опускается как только нужно рыбе подняться она этот пузырь надувает вот по тому же самому принципу действует вот этот пузырек воздуха на конце брюшка плывунца а что касается вот этих вот смешливых дурашливых безобидных личинок плывунца которые были описаны в книге они совершенно не безобидны а скорее наоборот это самые беспощадные хищники водоемов посмотрите и они своим у них тоже довольно огромные челюсти вот эти вот мандибулы и порой они своими размерами превышают взрослого жука вот еще несколько фотографий они способны как раз нападать даже на еще более крупную добычу на крупную рыбу или какого-нибудь тритона и так как жевать зубов у них нету откусывать они не могут они к этой крупной добычи перекрепляются вводят пищеварительный вот этот вот сок про который мы уже говорили и так с ней вцепившись в эту добычу с ней плавают и потихоньку и ею этой добычей питаются вот такой вот ужас а вообще где у нас вот смотрите на какую-то креветку напал где у нас плывунцы живут плывунцов можно встретить обычно в прудах или озерах не любят они быстро текущих рек потому что когда вода движется очень сложно различить добычу а еще к тому же подняться на поверхность за воздухом за кислородом тоже не очень удобно поэтому плывунцы типичные обитатели медленно текущих водоемов в основном это пруды и озера плывунцы несмотря на то что 90 процентов времени проводят в воде способны летать так ночью например они перелетают из одного пруда на другой иногда какую-то блестящую поверхность они могут принять за поверхность пруда и тогда они прям приземляются на эту поверхность на сушу и мы их можем встретить даже не в пруду добычу свою воде они ловят только с ту которая движется и как раз связи с этим сложнее ловить ее в быстро текущей реке то есть когда река движется и добыча движется сложно различить где чего ловить а вот если кусок пищи и у них упал то что упал это пропал и никакую неподвижную добычу они не едят какой бы вкусная она ни была видим ее не замечают не различают от вот поверхности не могут отличить что там есть у плывунца вот эту вот жидкость которую он выделяет она безвредна для нас но если мы возьмем достанем из воды плывунца и возьмем его в руку и как-то неаккуратно повернем он свои мощные мандибулы может очень даже больно ими вцепиться в наш палец а еще одна особенность плывунца если мы его положим на спинку то он может подпрыгнуть на высоту чуть ли не 5 сантиметров из такие особые жуки-щелкуны вот плывунец вроде них тоже способен подпрыгивать это защитный механизм то есть убежать от врага любыми путями ну что ж а теперь следующий наш герой муравьиный лев муравьиный лев так настолько прекрасно и хорошо описан автором приключений ферда он дружим с и кором что я могу лишь только кое-что добавить помните как он даже с и кора описывал как выглядит этого папа этого лапочки небольшое насекомое похожие на стрекозу но не был стрекозой его крышки складывались когда он садился и действительно взрослого муравьиного льва многие путаются стрекозами но различить их очень просто вообще все стрекозы делятся на две большие группы это разнокрылые и равнокрылые стрекозы и вот у разнокрылых стрекоз крылья вообще не складываются то есть они все время сидят с расправленными крыльями а у равнокрылых стрекоз крылья складываются но над спиной а если мы посмотрим как складывает свои крылья муравьиный лев то уже ни с кем их не перепутаем он складывает их вдоль спины домиком еще одна отличительная способность которого нет у стрекоз это вот такие вот булава видны и усики вот слева вот у стрекоз никаких усиков антенок нету а вот посмотреть как с расправленными крыльями сидит муравьиный лев но взрослый муравьиный лев нам не столько интересен нам конечно интереснее собственно почему их назвали муравьиный лев то есть и именно личинки те ужасные личинки с которым мы столкнулись в книге вот смотрите как происходит развитие да то есть мама муравьиного льва откладывает яйца из них выгубляется вот это вот ужасная личинка свое время это личинка окукливается и превращается уже вы мага взрослые насекомые вообще взрослые насекомые так часто бывает среди насекомых живет очень немного всего месяц а вот личинка может состояние личинки пребывать три года и вот такой вот детской личиночный период жизни длинный который составляет большую часть жизни всего насекомого очень распространен среди мира членистоногих вообще муравьиные львы это отдельное семейство насекомых в отряде сетчатокрывые среда обитания муравьиных львов в основном тропические и всякие такие жаркие песчаные районы по всей планете но некоторые виды встречаются и в умеренном климате так например мы муравьиных львов можем встретить и у нас московской в ленинградской области в тверской области но везде они у нас занесены в красную книгу поэтому если их встретить относитесь к ним бережно их нужно беречь редко это для нас насекомые вот она личинка вот такие вот то есть мама откладывает в песок маленькой яичко из этого яичка выглупляется личинка и тут же начинает строить себе дом гавушку для себя дом для других гавушку если мы посмотрим на саму личинку смотрите как у ван цвет у нее великолепнейший камуфляж то есть она практически сливается с песком и и не заметишь да и вот таком вот виде и и не найдешь она чаще всего сидит именно своей норке а если вылезает то совсем ненадолго и чаще всего облеплены песком вот еще одно то есть чем-то напоминает кого-то клеща с мощными челюстями не такая уж большая глава но огромные челюсти а вот мы видим сразу несколько этих муравьи гнезд гавушек муравьиного льва чаще всего так происходит они селятся то есть мама откладывает яйца рядышком где-то им хватает места для охоты секор очень хорошо описал метод работы или муравьиного льва я просто покажу несколько фотографий действительно как мы читали в книге он даже за ту жертву которая начинает падать и пытаться выбраться из этой гавушки из засыпающегося песка он ее закидывает своими закидывает песчинками песчинками он закидывает вертя активно в сторону своей головой вот этими вот челюстями разбрасывает песчинки в разные стороны вообще как он зарывается в ямку он когда когда личинка вылупляется из яйца она начинает запятить задом как рак вот своим брюшком закапываются закапываются вот такими кругами в землю и все создает воронку и все глубже глубже покрываясь и остается на поверхности только голова с мощными раскрытыми челюстями давайте посмотрим маленькое видео как она ловит муравья оп авто муравей скатывается скатывается и он его поймал вообще добычей таких муравьиных львов становится не только муравьи становятся и различные пауки и более крупные насекомые какие-то членистоногие вот все кто в принципе попал не и он может схватить и довольно крупные тоже личинка сразу же протыкая жертву вносит в нее особый парализующий яд и который также является пищеварительным у нее опять же наружное пищеварение то есть как только она схватила своими челюстями для парализующий яд чтобы добыча не дергалась и начинает потихоньку ее высасывать а потом пустую шкурку от муравья или другого другой жертвы выбрасывает наружу вот таким образом она охотится если вдруг норка засыпется испортится дождем например то муравейный лев сразу же выкапывает новую и садиться опять свою ловушку выбраться из тоговушки практически невозможно но существует существует муравьи из рода о дон там ахус если перевести на русский язык это означает сражающиеся зубами если на них посмотрим сразу поймем откуда такое название правда конечно это никакие не зубы а мандибу и вот эти вот верхние челюсти вот еще одна фотография и вот как раз благодаря таким челюстям этим муравьям и удается спастись из ловушки муравьиного льва даже если они уже свалились самый низ вообще эти длинные челюсти мандибу и им необходимы для охоты они могут раскрываться на хе 180 градусов и при этом моментально захлопываться с огромной скоростью 40 метров в секунду то есть для того чтобы им захлопнуть свои челюсти им нужно потратить всего 130 миллисекунд моментально никто не убежит но попадая в ловушку к муравьиному льву они используют свои челюсти совсем для других целей они с помощью них выпрыгивают из этой ямки они настолько быстро их закрывают что они выпрыгивают на 20 сантиметров вверх периоды причем ученые ставили опыты и обнаружили что муравьи и вот так вот щелкают челюстями не случайно они делают это сознательно то есть перед тем как щелкнуть челюстями они вжимают свою голову в тело иногда даже поджимают ноги как будто готовить к прыжку а затем уже прыгают вот давайте посмотрим небольшое видео как раз как это происходит коп упал вылетел давайте еще раз об и вылетел вот так вот ну что ж про жука плывунца и про муравьиного льва в описании к видео я советую посмотреть несколько роликов а мы продолжаем последним нашим героем оказался клоп ванючка этот вот зеленый клоп вообще клоп этот клоп относится группе клопов щитников и это наиболее яркое запоминающие семейство среди всех клопов насчитывается их почти 5000 видов и они очень разнообразные по внешнему виду по своему окрасу но тот щитник с которыми мы встретились в книге думаю знаком каждому из вас то есть вы наверное не знаете его название но точно встречали в жизни это зеленый древесный щитник и чаще всего его можно встретить на малине это его любимые растения давайте познакомим с ними поближе у всех хищников не смотря на все их разнообразие у всех силы у всех щитников прошу прощения несмотря на все их разнообразие есть ряд существенных черт в первую очередь это то почему их назвали щитниками действительно их вот это вот передней спинкой над крылья образует своего рода щит какого-то воина чаще всего голова у них треугольная иногда даже заостренная и у всех колюще сосущий аппарат но вообще это свойственно лопам но нам опасаться этих клопов не нужно своим колющим сосущим аппаратом они нас не проткнут они чисто растительные ядные протыкают они листья или плоды растений соками которых питаются но бояться мы должны скорее другого должны того почему и собственно прозвали ванючками дело в том что у них между лапками между 2 3 пары лапок располагаются особые железы которые выделяют жидкость с вот этим вот самым знакомым многим специфическим неприятным запахом этот запах прекрасно отпугивает всяких врагов кроме того он и ядовит для птиц и зверей поэтому их особо то никто и не ест и и роли этого запаха не только защитная таким образом они оповещают своих женихов или невест о том что щитник находится здесь а еще к тому же сообщает своим собратьям что здесь много еды то есть и таким образом приглашая на трапезу есть такой многофункциональный запах для разного нужны но помимо неприятного запаха у щитников есть еще одна интересная особенность может быть вы обращали внимание что иногда встречаются вот такие вот клопы зеленые а иногда коричневые и в следующий раз когда встретить такого клопа обратите внимание на время года точнее на месяц в который вы встретили зеленого или коричневого копа копы наши зеленые древесные щитники обладают уникальной способностью менять цвет в зависимости от сезона года летом начале лета в конце весны когда все еще зелено они зелененькие у них только вот проступающие крылья коричневатые в самом конце из над крыльев которые выступают и таким зеленые прекрасно маскироваться под листву под траву а постепенно чем ближе к осени концу лета на теле щитников появляются коричневые пятнышки которые становятся все больше и больше и они постепенно сливаются и сам клоп становится коричневым и это прекрасная маскировка то есть когда уже у нас листья пожухли трава пожухла и можно маскироваться под веточки под желтые листья и сложнее такого такое существо заметить вот такая вот интересная особенность что касается размножение клопов то у них она неполная самка откладывает от 25-30 зеленых яиц на листике это в одной кладке таких кладок она может сделать от 4 до 5 таким образом за один раз самка мама щитника откладывает около 100 яиц причем в течение лета она может откладывать яйца два раза то есть около 200 детей за год и и у щитники очень заботливые родители то есть долгое еще время несколько недель мама щитник может оберегать и ухаживать за этими яйцами из яиц выгубляются личинки личинки как у всех насекомых с неполным превращением маленькая копия взрослых правда крылья у них совершенно не развиты то есть личинка это начинает постепенно расти линять как вы помните большинство членистоногих может расти только благодаря линьки то есть они сбрасывают ставшие маленькими для них одежды и выращивают себе новые одновременно с этим растут сами и вот только после последней линьки появлял уже появляются полноценные крылья и клуб способен летать все он стал взрослым теперь его называют и мага ну что ж на сегодня все напоминаю что вы можете задать свои вопросы если не успели их в чате оставить их потом после в комментариях в описании к видео можно посмотреть несколько роликов один ролик посвящен жуку пылунцу и два ролика посвященных муравьиному льву один для детей помладше другой для детей постарше а можете его бы посмотреть а мы прощаемся с вами до следующего понедельника спасибо за внимание всего доброго спасибо за просмотр! Продолжение следует...